А меня, друзья, лично приказывает тот факт, что тетенька заказала себе чай, спокойно села, попила и при этом боялась о свою жизнь и здоровье. Переживала очень сильно, попивая чуек. По телефону, опять же, я не могла по телефону понять, кто меня разыгрывает и кто мне угрожает. Это было по телефону. Угрожает? Интересно, да? Вот если сейчас по факту увиделись... Я наоборот за то, что она написала заявление. Что я избегаю, если я проживаю... Так же хочу дополнить, я напишу, так же хочу дополнить. Сегодня я никуда не бегала. Так, место работы вашей официальной? Нигде, я не работаю. Я пенсионер. Просто предоставляю, когда вопросы мне закрылись. Решала Рима. Денег. Так как так-то... Бедная, бедная тетя. Как получается? Я зарплату не выдаю. Но у вас с данной тренинговой компанией заключен какой-то договор, что вы предоставляете им? Я предоставляю, вот бы сегодня не вышел человек, мне позвонили, надо срочно предоставить сюда человеку. Я позвонила, предоставила гречку, и тут она работает, и я, естественно, ухожусь сразу. Так вот, чтобы мне показать, что если ей будут выплачивать за этот клиент, что она на самом деле работала, да, мне, естественно, я предоставляю его. То есть, какой клиентовой компанией? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Там, эта девушка, вот, которая сегодня, ей должны оплатить за сегодняшний день. Так как она это как подработка, она непостоянная. Для этого вот я смотрю, что на самом деле, не просто так ей оплатили, а что на самом деле она... И вот, пока что, группу спара отправляю. Потому что здесь сейчас проверяют спар. А, да, юридический адрес, нет, форт, знаете? Да, да, юридический адрес, нет, форт, надо. Да, да, да. Я только название знаю, а отчество я не знаю, я там ни разу не была. Я по телефону лучше. На самом деле, на самом деле, ребят, я бы там спокойно не сидела. Значит, с директором надо. Заключен договор с компанией Спар, с нашей компанией. Я с назначающей, я со Спаром работаю. Да. Вгонья. Лично я считаю, что это наша корова. И мы ее довольны. Зарплату дает руководство. И лично руководитель приезжает, и дает лично зарплату. А как договор заключается между... Это... Я не могу вам сказать. Подождите, подождите. Вот вам сегодня позвонили, да? Сказали, найдите человека. Ну да. Вот сюда. Хорошо. Вы нашли человека? Я звоню в офис, что я предоставила вот отчет, что я предоставила человека у нас в группе. Вот у нас группа, которая сам Спар. Вы отправили сведения о том, что вы нашли необходимого человека? Вот я отправляю. Вот у нас компания. Меня прислушайте, пожалуйста. Да. Как с данным человеком заключается договор? Что он работает? Где это отмечается? В данный момент мы докладываем в Спар сначала руководитель. То есть человек работает здесь неофициально получается? В данный момент нет на один день. Не заключается. Вот сегодня мы этому руководству сказали, что мы предоставили временного человека и отписали, что этот человек пришел. И пишем, вот, показывает, что он работает. То есть, я правильно понимаю, если вы подыскиваете человека на один день, то с ним никакой договор не составляется? На один день нет. А как он тогда работает? Как он представляет вашу компанию? Ну, не вашу, а вот эту вот МедФорд? В данный момент мы предоставили, все знают, а уже наш офис составляет договор непосредственно со Спаром. Ну, я имею в виду, с офисом Спара. Потому что они сейчас взаимосвязаны между собой. Я понимаю. А как начисляется тогда заработная плата данного здания? Ну, естественно, они же, Спар знает, что у них работает сотрудник. И они из-за этого сотрудника на основании договора нашего руководства охлачивают этот день. Сложна, непонятно, что к чему? Ну, вот поэтому надо же вам и вот с Петром вот, который над Спаром, который вот сейчас у меня отслеживает, у меня спрашивает, предоставила сотрудника. Они потом с нашим поводством обговаривают это и оплачивают Спаром за этот день. Сначала за всю работу сотрудников оплачивает Спар. А потом только компания оплачивает нашим сотрудникам. И вот сотрудники звонили, я их даже знать не знаю. Вот кого я знаю, по поводу Марина Владимировна приходила, здесь от этого человека, вот вы знаете, было поступление в наш офис, что ей там чего-то недоплатили. Вы подождите меня с оплаты, вы мне вначале объясните, как они трудоустраиваются. Ну вот я в данный момент вот про одного, я же предоставляю только вот время. То есть вот эта вот девушка, подождите, 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 вы тоже сюда подыскиваете? И вот, как я понял, она здесь проработала не один день. Ну, она несколько дней там работала. Договорная какая-то есть? Договорная есть какая-то? Ну это все через офис. Через офис. Вы в офис предоставили документы на него? Приезжал Вячеслав, забирал документы. То есть Вячеслав занимается такой устройство? А ваш руководитель это кто? Вот это сали ваш руководитель. Елена Викторовна фамилию, не знаю. А с Вячеславом, это кто? Это тоже с офиса приезжает. С офиса? Я фамилию его не знаю, но он приводит за оплату. Я указываю контакт, тут себя расписываю. Про кого он говорит. Я вот могу вот этому сотруднику свои личные оплатить, как я и делала, со своей пенсией. А потом только, когда уже оплатит спар, мне возвращают эти деньги. Поэтому первоначально я свои личные оплатила. А кто у вас возвращает деньги? Ну, офис приезжает, и когда выдают зарплату, и этот день мне возвращают. Твоя зарплата здесь выдаётся на руку, не на карту? Да, на руку. Кто опорнит, тем на карту. Кто не опорнит, тем на карту. Привозь руководителя. Я не руководитель. Я простой на руку. Только свою. Чтобы человек не убежал, я свою личные дала. Чтобы не обмануть, чтобы они не сказали, что я ему обманул. Кто чаще приезжает, документы оформляет на данных граждан? Ну, у нас руководитель. Конечно. Уководитель. То есть вы сами не знаете, кто приезжает? Почему? Вячеслав приезжает. Как по-моему, Вячеслав? Не знаю, я не знаю. Потому что мы так прямо все в магазине. Но вы ему позвоните сейчас. Сейчас позвоните. Вы ему звонили при нас. Жаловались. Я ему говорил, Слав, приезжай. Я ему сейчас позвоню. Ну да, 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 да. Они все звонили. Ага. Я ему сейчас опять позвоню. Деньги кто привозит на оплату? Руководитель. Вячеслав. Как он представитель компании или руководитель? Он представитель. Он директор. Территориальный директор. В общем, он представитель компании. И Марина Владимировна неправду говорит. И лично Вячеслав бы давал зарплату. Соборчицы. Марина Владимировна. А вы за Светлану от кого деньги получали? Зарплату. Зарплату Светланы вы от кого за деньги получали? Вы говорите, что вы не видели, кто зарплату получали? Нет. Ну, просто вы говорите, что вы не знаете, кто руководит зарплату. Кто вам деньги передавал? А вы? Ваши взлом. Ну, вам в данный момент за Светлану, уборщицу, кто деньги привозил? Вячеслав. Не Рима? Рим. Вот. Все. Оказывается, директору деньги лично передают. Они через какие-то расчеты со спаром. Так, сегодня с какой целью вы в магазин спар подъехали? С достойного сотрудника. Угу. 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 Еще подпишите, что я боюсь теперь за свою жизнь, потому что это уже неоднократно. они мне угрожают. Угрожают. И приюди, вот они меня оскорбили, унизили. Прям во все услышание сказали, что я мошенница. Так, спасать за свою жизнь и с чем? Ну, с угрозами. Каким? Я теперь боюсь. Что? Я теперь боюсь. Подождите, вы сказали, что вы опасаете за свою жизнь или с угрозами. Какими угрозами? Не с угрозами, а я боюсь теперь за свою жизнь. Ну, в чем это проявляется? Ну, вот, например, я теперь боюсь ходить по Туле. Я не трус, а я боюсь, что ко мне теперь... Подождите, подождите, боюсь сходить по Туле. Почему? Что вы опасаетесь? Ну, вот, например, вот как сейчас вот эта ситуация меня взяли, обвинили, как бы, схватили. Вас схватили? Ну, вот, получается, я прихожу. Вам при меня туристическую силу было? Нет, они меня не пускали, никуда боялись, что я убегу. Ходили за мной по всему магазину. Я пошла кофе пить, они за мной. И меня вот окружали, не давали мне никуда отойти. Просто сходили за мной и преследовали меня постоянно. Вы к служб безопасности в магазин обращались к этому поводу? Так они меня там взяли и здесь я пошла... Что значит взяли? Берут вот, вот, я взял. Что значит взяли? Давайте вы сформулируйте свою мысль правильно и объясните мне. Потому что то, что вы говорите, я мало что могу себе представить. Смотрите, получается, ко мне подошли два неизвестных мне человека. Так. Предоставились один блогер, другой журналист. Вот. И стали сразу обвинять меня. У меня есть видео, в которое я записала, где меня сразу, прямо при лунаресепшн, стали обвинять в том, что я... Так, ну это я написал, что вас обвиняют. Да, да, да. Потом я пошла пить кофе, они следом пошли за мной и не дали мне никуда даже выйти. Преследовали они меня каждый шаг, пока я сюда села и сказала, чтобы вызвали полицию и ждала вас. В общем, они мне лично... Мне даже в туалет нельзя было сходить. Да что ты, черт побери, такое несешь. Почему? Они вам преграждали путь? Ну, извините, я просто не могла уйти. Ну, они вас что, держали как-то за арку путь вам преграждали? В чем это выражалось? Ну, они боялись, что я уйду. Так, они боялись, что вы уйдете, а вы что боялись? А я теперь боюсь, что боялись. Вас кто-то за арку держал, вы не могли уйти? Мне в тот раз угрожали, когда... В чем выражали? Опять же, по звонку. По звонку. Ну, что именно по звонку было сказано? Ну, что они меня поймали. Просто вы сейчас говорите, что... В данный момент вот они меня поймали, получается. Они меня поймали, в данный момент я сижу здесь. Угроза в чем выражалась? Ну, я теперь просто боюсь за себя. Они вас обещали избить, убить или что, похить. В чем угроза выражалась, объясните мне. Ну, в данный момент вот мне моральное вот это вот унижение. То есть, они на вас морально оказывают давление? Да, да. А как это здесь угроза? Ну, угроза теперь в моей жизни, так как я стресс приняла. Хорошо, если на вас морально оказывают давление, вы исковое заявление в суд на них подавали. Ну, вот и будем. А причем из полиции? Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Нет, в данный момент сейчас заявление от меня. Пишите, пожалуйста. Нет, подождите, это вы сейчас... Мое объяснение, а еще заявление на них нет. Вот, лежат бланки, пожалуйста. Я вам дам чисто пишите. Сейчас вы просто пишите то, что мое объяснение, и пусть мне надо теперь даже на... Вот, давайте тогда пишите. Я немножко не понимаю. Пожалуйста, вот бланк заявления, пожалуйста, пишите. Вы мне поясните по поводу угроз. Нет, я здесь тогда напишу, я просто не поняла... Подождите, нет, стоп. Вы мне сказали, что вас оклеветали, обвинили вас в мошенничестве. Я просто боюсь. И вы опасаете свою жизнь в связи с угрозами, которые в чем проявлялась? Ну, для меня это угроза. В том, что вас оклеветали? И они оклеветали, что я теперь здесь боюсь появляться. Потому что будут мне постоянно вот из-за этих вот наговоров, что меня оговорили, эти вот узбеки, с которыми они общаются, могут... Кстати, мне один даже угрожал успеху. Но это не точно. Что имя? Не могу сейчас сказать. Муж, муж Мавстуны. А вот как имя угроза? Ну, в данный момент я не могу предоставить, потому что стерла все. Товарищ майор, у меня есть номер телефона, его. Да. Ну, если есть номер телефона, тогда позвоните. Пусть сама Мавстуна, ее супруг, пусть приезжает к воде, будем с ними беседовать, опрашивать их будем. Ну, ты, может, я туда сразу напишу, то я немножко не поняла, кто сейчас не сделает то, что... Что, сейчас, что ли, переезжают? Или вызовите просто? Нет? Может, вы их вызовете? Чем? Да зачем? Мы их сейчас... Ну, вот сейчас человек позвонит, они пусть подъедут, будем работать сегодня. Сейчас супругу позвоним, он по-русски более разговаривает. Может быть, к спару сразу подъеду? Да, да. Вы можете подъехать к спару, где ваша супруга работала? Необходимо взять объяснение с вас, также с Мавтуной. Если можете, с супругой подъедьте. Здесь Рима, должностное лицо полиции. Подъедьте, пожалуйста, есть вопросы. Вы, к слову сказать, по клевете обращайтесь ко мне, я вам составлю. А что, так можно было, что ли? Дело будет стоить 3 тысячи рублей. Это сто двадцать восемь. Прима один, часть первая. В порядке частного обвинения. Я вам за 3 тысячи рублей дело в отношении себя все составлю. А меня, это еще не меня, а просто на двоих. А, ну и ладно. Максим Казанцева. Максим Сергеевич Казанцев его зовут. Меня Роман Владимирович Рябикин. Ну так вот, просто снимал, а оказалось, что удержу. А потом, чуть позже, я вас право накажу. Вы в интернете введите мою фамилию, имя, отчество. В контакт зайдите. Мне как бы, я боюсь. Они мне за это все угрожали. Правильно боитесь. В плане, что меня здесь они оплеветали, в этот, в YouTube отправят вот это видео, которое они меня засняли. Вот, чтобы видели, какая я мошенница. Это, понимаете, это угроза. Мой адрес. Угроза-то в чем, пожалуйста? Ну, угроза в том, что получается... Угроза убийства. Нет, это не убийства. Это моральное убийство. Понимаете? Я человек со страхой. Я больная. Но я больной на всю голову. Позвольте скажу, товарищ майор. Просто я мебеду. Рима, я вам прямо признаюсь на камеру. Я вам право угрожаю. Что за лев этот, цигар? Слышите меня? Вы вначале объяснение прочитаете? Так я только прочитала. Ну, с двух сторон прочитала. Да, значит, я просто недопоняла. Я думала, мне жена, да, отдельно еще? Зачем? Всего нового объяснения сейчас возьму? Нет, это объяснение, а это мое заявление будет. То, что меня оскорбили, это уже от меня. Но вы за это объяснение уже выкажете? А сейчас объясню, от кого право, скажите? Нет, это объяснение, что я объясняю, по поводу они меня А заявление уже от меня будет. А объяснение, я опять не понял, от кого. Объяснение, я объясняю в данный момент. А в данный момент у меня будет заявление об унижении оскорблении. Товарищ майор, совсем забыл. Заявление-то я напишу? Да, конечно. И вот сделайте, пожалуйста, фотографию, материал проверки приложить в данное заявление запрос. Вы объясните, подпишите вначале. Да. А что, где? Все верно здесь записано? Да. Подождите, нет. А еще не дописали. А еще подпишите, что это все было снято на камеру в присутствии всего магазина все эти оскорбления. Как они все в магазине? Ну вот все люди. Я сомневаюсь, что посетители магазин, которые находятся в первую очередь, слышали эти оскорбления. Вот здесь вот люди все слышали. Вот здесь вот я подошла. Наверное, тогда сотрудники кафе, они все в магазине. В начале это же было у ресепшена, слышали и на ресепшене, и гости, господи, и люди в магазине, которые были, это было возле овощного отдела. У меня здесь видео небольшое есть, которое я тоже стала немножко снимать, где меня сразу стали обвинять в присутствии людей всех. Сейчас я вам покажу.